В общем, стараюсь выкарабкиваться. Много не получается, но я рада и счастлива, что могу ходить, потому что если бы этого не делала, то не могла ходить, дышать, видеть, любоваться, полюбила бы себя и полюбила одеваться. Вкус появился, то есть человек может от запоров настолько зашлаковаться, а запор является следствием нашей эмоциональной жизни, неправильной, понимаете, вместо того, чтобы относиться к тем или иным якобы проблемам, как к урокам, которые хотят что-то научить. И это надо спокойно решать, понимаете, продалевать и расти. Мы это отвергаем, мы это не понимаем и внутри вот такую бучу организуем, в результате чего у нас спазмируется в первую очередь толстый кишечник, в котором хреново туча этих различных зажимов. И пошло потом вот это самое. Шлаки. И в результате, в результате, ни ходить не можем, ни дышать не можем, ни видеть не можем. Тем более вкус пропадает, да и слух пропадает. И жизнь не в радость. А смотрите, сколько вещей появилось из-за того, что человек самостоятельно мог сделать столько много полезного для себя. Вы уже сделали. Сейчас остается подработать то и сё, и результаты будут еще лучше. Так вот как-то, так вот как-то, да. Много ем овощей. Летом так и надо. Ну пугает, пугает, что там много химии, удобрений, так как нет своего сада. Ну что поделаешь, не обращайте особо на это внимание, то одно вас пугает. А то, что пугает, прежде всего, очередь парализует работу пищеварительной системы, парализует работу клеток. И у вас возникают вот эти вот явления, зашлаковка, интоксикация. Вы спазмируйте свой организм страхами. Никаких страхов. Делайте. В уме не создавайте, что там какие-то шлаки. Наоборот, говорите, что эта пища самая полезная. Если с таким посылом вы будете есть эти овощи, даже если в них есть различные нитраты, то они нейтрализуются. Понимаете? А если мы думаем, что это вредно, то она, естественно, и хорошая пища, если они подумают, что она будет вредить, она принесет нам вред. То есть мы свои шлаки эмоциональные вкладываем туда, и они вызывают вот такой эффект. А вы вложите радость туда свою. Да, вот шлаки, моя приятница говорит, что из моих шлаков уже можно дом построить. А продавщица книг, когда прихожу за новой вашей книгой, говорит, зачем тебе? Ты уже знаешь больше, чем сам Малахов. Вот такой юмор. Огромное вам спасибо, что вы есть. Пожалуйста, если будет возможность, ответьте мне заранее. Вам благодарно. Ответил. Далее. Порекомендовал. Ответ. Я тронуто вашим вниманием. Огромное спасибо вам. Я только начала пить талую воду. Я даже холодильник новый купила для этого. Я поняла, что это важно для меня. Это действительно, вот человек должен понять, насколько талая вода важна, и насколько она может сделать оздоровительную работу в организме. Очистить на оздоровительную работу. Талая вода несет еще и энергию. Понимаете? Энергию. Когда лед тает, то, что связалась с энергией, в талой воде она выходит. И вы только опа ее. И проглотили. Я не забуду ее пить. Я очень прилежная. Давайте, давайте. Я только начала тмин. Одну неделю. И так сразу бросить. Я уже сказал, значит, сначала пропили тмин, потом вы будете там что-то другое пить. Вы правда так считаете. Я благодарна вам заранее. Ранее повесмею осени. Я пила чагу в порошке с паузой. Потом повторяла. Чага. Прекрасная вещь. Тоже это ее пропили. Молодец. Курс хороший. Меня радует, что я постройнела. То есть, какие результаты были. Были. С чего началось. Было за 100 килограмм. И 12 лет почти один и тот же вес. Сейчас уже стал 68 килограмм. Приросте метр 68. То есть, что это за 100 килограмм веса. Это говорит о том, что, грубо говоря, у вас примерно, грубо говоря, 60 килограмм ваши, а 40 килограмм были раздосованы в жировую ткань вот этих шлаков. То есть, организм пытаясь как-то их разбавить, чтобы кровь более-менее была нормальная чистая. Чтобы как-то организм функционировал, он их, знаете, как в кладовочке влажил вот эти вот излишние килограммы и набрал 100 килограмм веса вот этой патологической ткани, которая не нужна. И вот вы начали работать, вы эти 40 килограмм убрали из-за своего организма. То есть, до чего человек может себя допустить и привести к тому, что вот так вот получается. Понимаете, 100 килограмм различного рода, грубо говоря, так и скажу, дерьма накопил в себе, который его душит, а он пытается лечиться. Это надо избавиться. И вот когда он избавляется, все, 68 килограмм приросли, что 68. Можно еще 8 килограмм там сбросить потихонечку, не спеша, и все это так будет. То есть, вот оно, оздоровление, которое делает, работает. Но предыдущие, грубо говоря, разрушения были настолько сильны, что 12 лет, 12 лет, ну не то, что мало. Там можно было, конечно, различные методы применять, но тем не менее, результат налицо. Я поняла, плащ, паразиты, я читала. А вот суставы, колени, я употребляю кунжут на семя, семя на морскую капусту. Шкарлопоты есть, буду повторять с полевым хвощом и с порошком мед, лимон. Как-то так. Делайте, делайте. Плюс травы по каравае, вот этот, биватон и травы. Стараюсь и буду стараться, я не сдамся. Правильно. Благодарю вас, вам здоровья, долг лет жизни. Почему человек, когда не понимает, не видит результатов, он не знает, что это может сделать, простые вещи. Он идет к врачам, естественно. Я говорю, я не хочу врачей ни в чем вбинить. Они там, грубо говоря, пришел со своей проблемой, а они там пытаются ее решить, а шитовидная железа болит, или запоры у тебя болят, от от запора, от от щитовидной железа и так далее. Нету комплексного решения проблем. И когда предлагается комплексное решение проблемы, которое изложено в книге о Ростове здоровье, и человек начинает по ним заниматься, он видит отдачу и результат. Поэтому у него появляется воля, не надежда уже, у него появляется воля, решимость. Он говорит, я не сдамся, я вижу результаты, я вижу, что из меня выходит. К чему я стремлюсь, что я делаю, я становлюсь лучше. Пожалуйста. Вот что интересно появляется. Понимаете? Это очень-очень интересно. Далее. Ну, далее идут такие вопросы. Спасибо огромное. Можно тогда плач пока не делать, а пить мины, гвоздику или нет. Ах, я заказала сегодня дёгать березы, знакомые от Москвы, у меня здесь, Геннадий Петрович, дорогой, а мне после вашего письма, дорогой, а мне после вашего письма стало так здоровско. Я порхала два часа на улице, и колени не валили. Прямо отпустила как-то. Я благодарна вам. Я уж не хочу сказать, что я такой великий целитель. Вверху у меня стоит мой дух, который намного умнее меня. Обращайтесь к нему. Обращайтесь к нему. И он вам поможет. Это удивительная такая вещь. Я себя не провозношу, потому что это всё оттуда делается. Но тем не менее. Прекрасное настроение, и я очень рада. Да, прекрасное настроение. Наполненное силой. Вы понимаете, когда идёт общение. Вот я вам хотел вот эти вот различные цитаты великих людей, которые чего-то добились, для того показать, рассказать, чтобы вы, как бы сказать, вошли в их, как бы сказать, резонанс и прочувствовали то, что они прочувствовали. Вы прочувствовали их, грубо говоря, путь к успеху. Вот, вот всю остальную шелуху отбросьте. Вот то, что я сделал, то, что я прошёл, понимаете, вот этот вот путь пробитый. И вы, когда подсоединяетесь к моим вибрациям, вы получаете энергию, прекрасное настроение. Прекрасное настроение – это как раз подпитка ваших тонких полей, на которых именно действует дух. Я говорю, я ни в коем случае себя вот этого не превозношу. Всё идёт оттуда. Это очень интересный такой феномен. Просто отнеситесь к этому как к феномену, а не как к какому-то там хвостовству, бахвальству и так далее. Научитесь не только сопереживать, а сонастраиваться с теми людьми, которые добились каких-то таких выдающихся результатов. И вы в ихнюю колью попадаете, понимаете. И получается, что вы, как бы сказать, проходя по этой колье, вы получаете вот эти вот интересные явления, результаты, которые были у них. Вы мне помогли, я рад, я рад, я рад, понимаете. Только гвоздику, вероятно, нужно на кофемолке. Я лично гвоздику так глотаю, её трудно проглотить. Пожалуйста, на кофемолке. Но начните сначала с тмина, пропейте тмина, потом гвоздику, потом что-то такое. Вам всего самого прекрасного, спасибо. И последнее письмо. Огромное спасибо, буду делать обязательно. То есть я ещё сказал, благодарю вас, замечательного дня и прекрасного настроения. Вот делала гипнастику и смеялась. Как жить здорово, особенно когда есть вы. Особенно когда вы обратитесь к самому себе. Не бросите самого себя. Обратитесь к своему духовному началу, которое вы забыли. Вы его не знаете. Вы его понимаете. Это вам всё чуждо, потому что сформировано вот такое мнение. И вы забыли тот животворяющий источник, от которого вы питаетесь. Присоединяйтесь к нему. И всё у вас начнёт получаться. Вот так вот.